Для меня эта книга и издание этой книги такое знаковое событие, потому что, во-первых, это впервые, столько много статистики, и тут, конечно, низкий поклон Владимиру Тютаренко, Николаю Цинкевичу, и вообще баскетбольному клубу ЦСКА, который инициировал все это издание и во главе стоял процесса. Хотел бы обратить внимание на то, как мы решили назвать «Люди и легенды», потому что меня спрашивали, что такое для вас ЦСКА, и мой ответ всегда был неизменен. Это, в первую очередь, люди, которые играли в ЦСКА, тренировали ЦСКА, работали, болели за ЦСКА. Книга написана с любовью. Эта книга написана людьми, которые любят баскетбол, любят ЦСКА, и которые не просто выполняли какую-то работу, а вложили в эту книгу душу. И то, что вот сегодня об этом было сказано, для меня это, наверное, самое приятное. Я надеюсь, что те же эмоции, те же чувства будут испытывать читатели этой книги. Какие-то главы мне удались, я считаю, какие-то нет. Ну, в общем, по-моему, все равно в итоге все получилось. Главное, что она очень честная, эта книга. Там мне пришлось повоевать с кучей всяких архивных справочников, которых много неправды. Вот с этой неправдой я справился. Действительно такой важный момент. Важный момент для всех нас. И эта книга о людях, как о главной ценности клуба, как о главной ценности всей этой столетней истории. Нам хочется, чтобы эта книга получила свое продолжение. И в плане рассказа о тех, кто не упомянут пока в этом издании. И в плане того, что новое поколение ребят должно заслужить право оказаться героями подобного издания в будущем. Современный век, наверное, в первую очередь там видео, какие-то носители. Но книга – это та вещь, которую можно поставить в собственной библиотеке. Какие-то вечера там теплые или холодные перечитывать и понимать, что ЦСКА – это поистине великий клуб. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА